Добрый день, я Мария Погуляк, с вами первый цифровой регистратор статус. Все вы наверное слышали о законе Ефир, золотой образ человека от рождения до смерти. Это еще один шаг по переходу страны на цифровые рельсы. Особый акцент разработчиков закона был сделан на том, что с помощью единого регистра граждан можно будет вести точный учет населения, а также планировать строительство инфраструктурных объектов вроде больниц и школ, эффективнее бороться с правонарушениями и мошенничеством. Все это позволит повысить собираемость платежей в бюджете всех уровней. Но пока речь про 2025 год, а мы ближе к делу. Логичным развитием этого закона можно рассматривать введение с 1 января 2020 года в России электронной трудовой книжки. Электронная трудовая книжка – это сервис, который должен обеспечить простой и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности. Я, например, решила, что необходимо разобраться в сути о плюсах и минусах, о том, зачем это работнику и работодателю. Давайте поговорим. Первое, о чем я хочу сказать – переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет работнику сохранить бумажную книжку, сколько это необходимо. Так вот о преимуществах. Итак, плюсы для работника. Удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности. Возможность интеграции с другими электронными государственными сервисами. Высокий уровень безопасности и сохранности данных. Защита от ошибок при заполнении. Защита от порчи, потери и подделки. Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг. Также дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения. Теперь же поговорим о плюсах для работодателя. Первое – это снижение сдержек на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Второе – легкий доступ к трудовой истории претендента на вакансию. Третье – защита от потери и подделки. Четвертое – защита от ошибок при заполнении. Пятое – новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов. Минусы. Ну а их не так и много. Возможности сбоя в работе серверов, дополнительные затраты на электронную защиту данных, обеспечение бесперебойного доступа к ресурсу, ну а также временные затраты на перевод книжек с бумажной формы в электронную. Переход на электронные трудовые книжки для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года. Все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде, без оформления бумажной трудовой книжки. Остальным же гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подавать письменные заявления работодателю. В произвольной форме о введении трудовой книжки в электронном виде, либо о сохранении бумажной трудовой книжки. Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получат бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Важно! Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. Я бы даже сказала первоисточником. В электронной версии фиксируются только сведения, начиная с 2020 года. Мы проанализировали вопросы своих сотрудников и сделали памятку, в которой собрали наиболее часто встречающиеся. Самый главный вопрос. Что будет с бумажной трудовой книжкой? При сохранении работником бумажной трудовой книжки. Первое. Работодатель наряду с электронной книжкой продолжает вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную. Второе. Право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Третье. Сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде. Где же можно получить сведения об электронной книжке? У последнего работодателя в клиентской службе пенсионного фонда или в МФЦ в личном кабинете на сайтах пенсионного фонда либо на портале госуслуг. Что должны сделать работодатели в течение 2020 года? Первое. Принять или изменить локальные нормативные акты? Второе. Подготовить и обсудить с уполномоченными представителями работников изменения при необходимости, конечно, в соглашениях и в коллективные договоры в порядке в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Третье. Обеспечить техническую готовность для предоставления сведений о трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах пенсионного фонда. Четвертое. Уведомить до 31 октября 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в Трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о заведении трудовой книжки в электронном виде. И в заключении расскажу ситуацию с злоупотреблениями. Это реальный случай из практики. Уволенный сотрудник, уже работая в другом месте, восстанавливается по суду и заявляет о том, что его трудовая книжка утеряна и требует от работодателя дубликат. Согласитесь, при наличии электронной книжки такие действия уже совершить не получится. Мы также знаем история о фальсификации данных в бумажных трудовых книжках, поэтому в этих случаях электронные книжки также избавят работодателя от таких неприятных ситуаций. Для нас, первого цифрового регистратора, переход на электронные цифровые книжки полностью вписывается в стратегию, направленную на максимальное развитие дистанционных сервисов. Все для удобства людей. Мы активно включились в диджитализацию и отмечаем, что востребованность наших сервисов возрастает. Уже сейчас все операции в реестре наши клиенты проводят дистанционно. Это очень удобно и, находясь на самоизоляции, наши клиенты оценили эту возможность. Могу сказать больше, что благодаря простой и надежной идентификации через Дербанк Онлайн и Госуслуги работать с нами стало еще проще. Мы убеждены, что за цифровыми технологиями будущее. Поэтому постоянно расширяем линейку. Не так давно мы вывели на рынок революционный сервис доска объявлений, позволяющий акционерам реализовывать небольшие пакеты акций внутри реестра. У нас много проектов, которые интересны как акционерам, так и эмитентам. Пишите мне, а я с удовольствием вам отвечу. Узнать об этом и других возможностях для вас вы всегда сможете в наших роликах, видео и, конечно, задав мне вопрос на почту. Ну а мы всегда рядом с вами, первый цифровой регистратор Статус и я, Погуляк Мария. До встречи! Подписывайтесь на наш канал!